Не боись. Все нормально будет. Сейчас только чик. Переживать и волноваться перед чипированием брутальный породистый пес по кличке Джей начал еще в приемной. Уже в кабинете доктора его подбадривает хозяин. Меньше минуты, чип в холке, а все страхи позади. Стоило вот это вот переживать так. Узи аппарат чуть не завалить. Молодец. Пока одни укололись и пошли, другие ожидают очереди. Авиапутешественник и любитель поездок в машине. Немецкий шпиц Пушок не отходит от хозяйки. Настроение хорошее, говорит собаководка Мила, и добавляет. Чип ставлю, чтобы не потерять пса. Бывая по городу ездим, ну и по разным городам, чтобы нигде не потерялся, от нас не убежал. Сразу после процедуры ветврач вносит в электронную базу номер чипа и все данные о животном и владельце. И тут же показывает хозяину, что все совпадает. Давай, Саша, проверь. Все, вот он и ваш номер. Найти подход к каждому – задача ветеринарного доктора. Даже к тем, кто без особого желания зачипироваться. Сеня, вы готовы к чипированию? Массовая кампания по регистрации домашних собак и кошек официально началась на Ямале с 1 сентября. За год, как предполагают инициаторы, такую процедуру должны пройти все питомцы. Это поможет снизить число безнадзорных и быстрее находить потерявшихся. На данный момент по всему региону число чипированных уже приближается к сотне. И количество желающих только растет. В любом работе, я думаю, личный пример, он всегда заразительный и положительный. Поэтому мы сегодня, не только я, но и коллектив пришли со своими животными и хотим провести их регистрацию. Вот это кошка-чуша, подобрана в 2018 году. Каждый хозяин чипированной собаки или кошки сразу получает консультацию доктора. В первые сутки не мочить место прокола и не купать питомца. Спустя пару дней от укола не останется и следа. Добавлю, поставить чип можно в любой госветклинике. И пока бесплатно. Вера Дронзикова специально для Тюменской службы новостей.